Движемся к 80. Итак, да, о чем я сегодня расскажу? Два слова буквально о кошельке, желательно с картинками. Потом я расскажу о том, как мы работаем с украми в нашей компании. Я расскажу это со своей стороны, с точки зрения партнеров бизнеса и то, как мы на компанию ставим цели, как мы с ними работаем, как они у нас рождаются, потому что для многих это проблема, а как же перейти в другую парадигму и вообще придумать какую-то амбициозную цель и как это все вместе связать, когда куча направлений, куча инициатив, а нужно выделить два-три самых важных. Ну и расскажу про несколько шишек, которые мы получили за это время. Итак, кошелек. Мы забавляем пользователей от пластиковых карт, от всех видов, но самая большая проблема пользователей, как выяснилось, это скидочные карты, их больше всего. На «Москвича» это примерно 25 карточек в среднем на пользователя по России, это где-то 11. За время нашего существования начали мы расти в 2016 году активно. У нас более 6 миллионов зарегистрированных пользователей, где-то сейчас уже 6 миллионов 300 тысяч. И буквально сегодня мы перевалили 4 миллиона активной месячной аудитории и продолжаем достаточно активно расти. Если еще не пробовали, попробуйте. За все это время мы оцифровали 120 миллионов карточек. Это то, что люди перенесли в наше приложение. Каждый день люди переносят в наше приложение 200-300 тысяч пластиковых карт. Часть из них никогда не выпускалась в пластике, потому что в нашем приложении можно зарегистрироваться в программе лояльности. Вместе с нашими партнерами официальными мы гарантируем, что эти карточки примут на кассе. У нас можно получать там специальные предложения, например, 15% скидка в перекрестке, смотреть баланс, историю покупок. А скоро еще можно будет платить в магазинах и ресторанах. Ну и 25, и 150 программ лояльности – это наши партнеры. И, соответственно, одному из ОКРов компании, КРов компании на этот квартал третий, их скоро будет 30 из 50. Итак, как вообще началось внедрение ОКРов? В 2016 год мы начали расти, появилась точка роста, но все равно инициатив очень много. Давайте сделаем список покупок, а давайте сделаем фотографирование как в трансформере, чтобы прямо динамически все считывалось на экране телефона и так далее. Много идей, много народу появляется, все тянут одеяло на себя и вообще непонятно, кто куда идет. Но про ОКР уже говорили почему. Я хотел бы выделить следующее, что ОКР говорят не о том, что нужно сделать за квартал, а говорят о том, какого результата мы хотим добиться. А дальше уже в рамках итерации, гипотез, проверок. Эти гипотезы могут меняться внутри квартала, главное нам добиться определенного результата, который мы все вместе поставили. Ну и второе, есть определенные метрики, а есть какие-то вещи, которые просто надо сделать. Нужно пройти какое-то организационное изменение, нужно выйти на другие рынки. И метрики там даже себе представить иногда сложно, а бывают просто какие-то бинарные задачи. ОКРы с ними тоже отлично справляются. Ну и что у нас сейчас? У нас сейчас около 110 человек, еще около 25 вакансий. Есть 8 руководителей, кроме меня с партнером, с которыми мы обсуждаем стратегию. Есть 6 продуктовых команд, и все они так или иначе вовлечены в процесс, связанный с ОКРами. Есть годовой ОКР. Сразу скажу, на год мы планируем очень плохо. Вообще не представляемся, что будет через год, потому что все меняется очень быстро, появляется много новых идей, инициатив, каждый квартал что-то новое. Но примерно, куда мы идем, и какие мы хотим за год акценты поставить, мы хотим растить деньги и хотим растить аудиторию. Растить деньги, наверное, сложно объяснить, особенно всем сотрудникам. Разработчикам, поддержке и так далее. Но сказать, что мы хотим 400 партнеров, это норма, они понимают. Активные пользователи тоже понимают. Третье, я его даже убрал, потому что мало кто понимает. Когда я вчера, у меня как раз вчера было собрание всей компании, когда я в какой-то момент спросил, а вы знаете, что такое кэшфлоу, что такое движение денежных стрессов, подняло руки где-то процентов 20-30. Поэтому цели должны быть, в принципе, очень простыми, чтобы все это поняли, и поняли, зачем мы туда идем, и почему именно такое направление. Годовой ОКР, он у нас формируется так, как бы, мной и партнером, мы обсуждаем это с акционерами, у нас есть какой-то бизнес-план, и вот, соответственно, из этого мы формируем годовой ОКР. Ну, как обычно бывает, в течение года, естественно, бизнес-план раз в 10 перерисовывается, но это неважно. Далее, квартальный ОКР. Мы очень много итерировали и настраивали процесс формулирования квартальных ОКРов. Они были у нас и сверху вниз, и снизу вверх, и вообще как-то хаотично. Пришли мы к следующему процессу. Сначала мы инициируем обсуждения в командах. Мы агрегируем все эти обсуждения и выносим на стратегическую сессию, которая у нас происходит раз в квартал. После этой стратегической сессии появляется черновик ОКРов. Он уже выверяется опять обратно с командами, метрики проверяются, аналитика проверяется, все говорят, да, верим, отлично. Тогда собираем всю компанию. И вот это было у меня вчера как раз. Для всей компании с помощью аналитики, цифр просто объясняем, почему именно такие приоритеты, цели и примеры тактик, как мы это можем достигать. Но буквально пару примеров, потому что то, как должны быть достигнуты результаты, уже должны дальше подумать опять команды внутри. команды внутри прорабатывают свои ОКР направлений, ну и дальше у нас в Confluence все это публикуется. Немножко подробнее. Как я инициирую обсуждение внутри команд сначала, когда мы собираем снизу вверх? Я просто делаю простой опросник в Google формах, и там есть вот следующие вопросы. Про то, как команда внутри себя видит достижение своей команды, своей компании в целом, потому что все команды видят достижение компании за квартал вообще по-разному. Там пересечения, конечно, бывают, даже чисты, когда есть большие события. Но зачастую кому-то важно, что мы вышли на первое место в App Store, например, как в прошлые выходные, по-моему, уже пятый день, там на первом месте сидим, на первом месте Белоруссии. Кому-то это очень важно. Кому-то важно было, что команды начали работать с релизными поездами. У всех очень разные приоритеты, поэтому все по-разному видят. И дальше мы просим сформулировать 3-5 целей компании на следующий квартал, как они видят точки роста, как они видят проблемы, как с ними можно бороться, и цели направления. Дальше это выносится все на стратегическую сессию. Стратегическая сессия у нас проходит обычно два дня. В этот раз у нас 8 руководителей направлений, нас двое с партнером, нас обычно 10-12 человек. Два дня, в этом году попробовали сделать один. Мы, конечно, добились результата, мы где-то к 10-11 вечера вывели черновики ОКаров, но это было очень плотно, и многие обсуждения перешли на уже офисное обсуждение, потом еще полнедели встречались как-то по-разному и обсуждали. Кроме той агрегированной информации, которая есть у запросника, естественно, есть еще другие подсказки о том, над чем надо думать. Это бизнес-план, это юнит-экономика, это пирамиды метрик, и внутри пирамиды метрик, иерархи метрик, чтобы понимать, а где у нас действительно точки роста, где у нас проблемы, и что с этим делать. У нас обычно получается один организационный ОКар, примеры были за этот год, выделить самостоятельные бизнес-направления, это продуктовые команды, это у нас был один полуразработки. Потом выделили эти направления, нужно поддержать рост ответственности команд, и, соответственно, был набор мероприятий, которые мы делали для того, чтобы поддержать рост, мы выросли за последние 8 месяцев практически в два раза по команде. Вот сейчас у нас есть ОКар по качеству релизных поездов, это количество релизов за квартал без хотфиксов. И есть один-два, обычно был один, в этом квартале будет два бизнесовые ОКары, они уже связаны с какими-то метриками, бизнесовыми приложениями и так далее. То, как мы можем повлиять на активность пользователей и на количество партнеров уже непосредственно с помощью продукта, продаж и прочего. Дальше, как я уже сказал, мы это презентуем команде. Полтора часа обычно я мучаю всю команду графиками, цифрами, как мы приходили к этим проблемам, какие есть победы, кто молодец и так далее. И дальше команды уже начинают внутри себя формулировать направления. В рамках One One я с руководителями направлений, соответственно, проговариваю их ОКары. И, естественно, всегда кто в лес, кто под рова, особенно если кто-то пришел только что и не работал до этого с ОКарами. Потому что многие строят туду и листы сразу. У меня 20 такие результатов, мне нужно все сделать за квартал. Кто-то, особенно один человек из банка пришел, но он там построил себе систему KPI без каких-то целей, просто вот такие метрики и все. Соответственно, большая проблема формулировок, что все должны прийти в какой-то единый шаблон. Это как раз отрабатывается на one-on-one и длительных обсуждениях в Slack или на встречах. Еще бывает проблема в том, что ОКар считают какие-то свои KPI. KPI бывают у некоторых подразделений, там, не знаю, у поддержки есть среднее время первого ответа. Но это не входит в ОКар. Это просто их рутина, которые они должны, некоторый стандарт качества, который они должны выполнять. Как я не знаю, план продаж у команды продаж. Это не входит в ОКары. ОКары они про то, что мы хотим изменить, что нового в этом квартале мы хотим сделать. Если вы что-то сделали в прошлом квартале, отлично, вы поставили это на рельсы, оно поехало. Нам нужно что-то еще менять, чтобы еще улучшаться, чтобы компания экспоненциально росла. Поэтому ОКары это не про то, что нужно делать каждый квартал одно и то же. Это все время про что-то новое, что мы еще хотим изменить, что-то еще улучшить. Ну и, естественно, если запустить ОКар, а потом через полгода-год посмотреть, то окажется, что все уже забыли вообще, что там было. Мы с этим много боролись. Пришло к тому, что наша ежедневная синхронизация теперь начинается с ОКаров компании. Еженедельно обновляются, соответственно, те результаты, которые есть по ОКарам компании и вообще все результаты направлений, новости. Есть документ, каждый встреч в понедельник, который заранее все заполняют, и он потом шарится на всю команду с какими-то хайлайтами, что действительно важного прошло за прошлую неделю, какие у нас планы на эту неделю, которые мы там, какие-то запуски, анонсы или еще что-то. Сейчас направления свои ОКары подбивают иногда раз в месяц, иногда даже раз в полтора месяца. И это как раз одна из проблем, с которыми мы сейчас будем работать, чтобы команды итерировали по своим результатам, по своим ОКарам непосредственно направлений существенно чаще. Ну и еще несколько пунктов, которые я хочу отметить. Во-первых, ОКар-компании, они должны объединять компанию, чтобы, как сегодня уже кто-то говорил, не было лебедя, рака и щуки, чтобы какие-то направления не двигались в направлении. Поэтому, когда мы вставляем ОКар-компании, киризалты обычно агрегированы из нескольких проблем в одну цель, как мы можем измерить, и в которой команды добиваются этой цели сообща. Ну и, естественно, кроме еженедельных встреч или двухнедельных встреч, все равно есть еще дашборды. Каждую неделю одна из команд выступает и рассказывает всей компании подробно. Такой «Sense God's Friday» — это «GIF». Раз в неделю рассказывают про свои планы, что они делают, это можно назвать демо-днем, можно назвать просто публикацией планов или подробным рассказом, о что же мы делаем. Есть хакатоны, на которых вовлекается вся команда, тоже какая-то статистика рассказывается, они придумывают, что нужно сделать, какие есть проблемы, как их можно решить. One-on-one и многие другие процессы, которые в компании есть, чтобы повышать уровень вовлечения всех в то, как мы двигаемся, куда мы идем и что мы делаем. Как многие говорят, в больших командах «Hover communication is enough communication». Спасибо. Ваши вопросы Филиппу? У нас есть время на удивление. Ты говорил о том, что в OCR, в K-Result мы ставим только то, что мы хотим изменить. Есть такая чудесная практика, когда мы говорим, например, мы хотим сократить затраты на техподдержку там блам на столько-то, но при этом сохранить время первого звонка столько-то, SLA столько-то. Вы вот такие противовесы не используете? Ну да, конечно, бывают такие противовесы. Но просто когда мы говорим про OCR-компании, то там обычно те метрики, которые независимы. Это уже просто вот… Бизнесовая смысл. Пример, который вы привели, это вот есть одно подразделение, у нее, естественно, есть какие-то противовесы внутри. Это уже они внутри себя ставят. Такие OCR-ы. Там есть, конечно, противовесы. Не, ну на уровне компании, не знаю, можно увеличить выручку в два раза, вытрахов всех клиентов, ну как бы легко. Это называется сбалансированные метрики. Да. Ну для этого, во-первых, есть еще другие инструменты контроля, такие как юнит-экономика или пирамида метрик, которые показывают, какие метрики все равно важнее, какие мы не можем трогать. Влияя на экономику, мы не можем влиять на нашу цель долгосрочную. Или влияяя на продуктовые метрики, мы не должны влиять на экономику. Хуже. Лучше сложно. Окей, спасибо. Добрый день. У меня такой вопрос. У меня немножко картинка не сложилась. Изначально вы говорили о том, что сначала мы спросим у команд, у руководителей направлений, которые проработали внутри своих направлений OCR на следующий квартал. Ну а потом каждый напишет все, что угодно, а потом мы пойдем, стратсессию проведем и спустим им, пускай прорабатывают то, что мы придумали. Как в итоге получается-то? Снизу не увидела? Или, возможно, не поняла? Да, смотрите. Вот здесь вот, да, вот это все агрегируется. Это там те проблемы, которые написали, они соединяются, потому что очень часто просто проблема одна, она сформулирована по-разному. Оно все объединяется. Действительно, то, что они в командах прорабатывали, очень часто и возвращается в результате в качестве OCR-компании. Грубо говоря, если, ну, это там голосование, в общем обсуждение, мы понимаем, что там, не знаю, та проблема, которую видит одна из команд, оказывается, не проблема компании. Вот у них неделю назад что-то там загорелось, они только об этом думают, поэтому они считают, что это проблема всей компании. Это обычные наши элементальные ловушки. Вот. И вот это выкидывается. А все остальные команды сказали, что да, вот это вот проблема, то, что мы там стали медленно обновляться с ростом команды, приложение стало медленно обновляться. Вот это большая проблема, все согласились. Да, есть такой обжектив, запустить релизные поезда и керезалты вот про качество этих релизов. Окей, спасибо. Еще один такой вопрос. Если я правильно поняла, на подведении итогов, скажем так, на обзоре на квартале, вы докладываете о том, показываете много разных графиков, куда же мы пришли в рамках квартала. А это не делается в рамках направления? Ведь у каждого направления свои киары, ну, цели и киары. Они, конечно, обсуждают внутри. Но презентуете на компанию вы. Да, смотрите, я забыл один очень важный пункт. Одна большая шишка, к которой мы много раз попадали, что так или иначе обсуждение у каров занимает определенное время. Неделю занимает сбор с команд, потом мы собираемся на страцессию, а у нас несколько человек в Москве, кто-то там все время в командировках и так далее. Надо всех собрать, обсуждаем. Потом мы эти черновики дорабатываем, это еще неделя. Потом нужно презентовать команде. И вот большая проблема была, что очень часто эта презентация команды поезжала там на третью-четвертую неделю месяца. И получалось, что на самом деле вы ставите у кара как компании, осталось два месяца из трех. И вот с этим мы тоже очень много боролись. Видите, у нас прогресс. 2 июля были уже собраны у кары компании. Команды еще не все успели подвести итоги. Насколько я помню, там, по-моему, половина успела подвести к вчерашнему дню свои итоги. Кто-то сегодня, я видел, уже обновлял свои итоги. Дальше они это уже делают, в том числе обсуждая свои о кары. Следующие у них сейчас есть неделя, чтобы сформулировать о кары направлений. А можно я еще быстренько один запрещу? Ну ладно. Спасибо за доклад. У меня вопрос такой. Вот вы говорили про командный уровень, а на персональный у вас есть увлечение? Ну то есть человек, который работает в команде, он там понимает командный о кар, выставляет ли он себе цели? Или каким образом вообще? Для меня принципиально, чтобы направление сделали свои о кары. Есть люди, которым нравится ставить себе о кары, мы это приветствуем, подсвечиваем и так далее, но это не обязательно. Понятно. То есть на добровольных началах. Хочешь, сделай, хочешь? Нам важнее командная работа в данном случае. Понятно. Спасибо. Давайте еще один последний вопрос Филиппу. Есть желающие, помимо Светланы? Отлично. Спасибо. У меня вот в чем вопрос. Вы сказали, что KPI и KPI, там SL, там у поддержки, это само собой разумеется, но есть еще о кары. Правильно я поняла, что в рамках направления либо конкретной команды люди работают над о киарами, ну еще плюс над вагончиком какой-то операционки? Да. Но вообще задача конечная операционку всю истребить. Так или иначе, вся рутина, она должна быть заменена искусственным интеллектом рано или поздно. Например, один из укаров техподдержки, наверное, это было месяцев, квартала три назад, было заменить хотя бы одного сотрудника искусственным интеллектом. Внедрили чат-бота, который на 20% сообщений как раз уже отвечает в техподдержке. Вообще операционка неистребима, по моему опыту. И какой-то процент у вас всегда будет в зависимости просто от разделения. Это нужно сократить. Да, да, да. Это всегда баланс KPI и ОКР. Операционки и ченча. Очень часто бывает такое, лично я стала, когда она поглощает, и мы приходим к концу и подводим итоги, а мы же вроде бы важными делами занимались. Еще раз. Раз в неделю каждое направление все равно по своим операционным метрикам отчитывается, по среднему времени ответа, по стоимости не стало, и так далее. Поэтому эти метрики, они все равно всегда на виду. Но когда ты зарываешься в операционке, ты зачастую не думаешь, а как выйти из этого и посмотреть, может, я вообще неэффективно это делаю. Это как раз формулирование ОКРов в направлениях, это в том числе выход наверх, посмотреть, все ли я правильно делаю, что я могу изменить. И потому что, например, большая часть ОКРов компании то же самое команду поддержки не касается. Ну, как можно улучшить возвращаемость пользователя? Ну, в принципе, можно звонить ему, вернись, пожалуйста. Но обычно так не делают. И поэтому мы изначально говорим, что в направлении чаще всего могут быть свои ОКРы, которые не связаны с ОКРом компании. Хорошо бы, чтобы хотя бы один из них был связан, и они думают на этом. Но они еще параллельно думают, а что еще в своем ежедневном процессе они могут улучшить, изменить к лучшему. Давайте поаплодируем Филиппу. АПЛОДИСМЕНТЫ